Хоть по 10 церквей на человека построите, не поможет. Статья за 17 декабря 2018 года опубликована на Конте. Я пыталась найти первоисточник, но так и не нашла. Никто не даёт ссылки на источник, поэтому зачитываю с Конта. Залила статью Сугочка. Такой вот ник. Главная опора капитализма – обыватель. Разрушая социализм, наши враги делали главную ставку на обывателя, на его жадность, примитивность и эгоизм. И теперь, стараясь помешать возрождению социализма, буржуазия снова опирается на обывателя, на его глупость, необразованность и неумение думать. У буржуазии, проливающей грязью социализм, стала популярна одна такая грубая и откровенная ложь, на которую, не раздумывая, клюнул наш обыватель. Эта ложь звучит примерно так. Октябрьская революция была для России губительна. России ещё повезло, что при Сталине она стала крепчать. Но если бы не было вообще революции, то сейчас Российская империя была бы единственной сверхдержавой. Наши враги теперь всеми силами, как только могут, проталкивают эту ложь. А необразованный и ограниченный буржуазный обыватель, которому историю преподавали уже в перестроечные времена, конечно, с готовностью ухватился за неё. Увидеть очевидные вещи и сделать выводы, которые напрашиваются сами собой, он не умеет. А эти вещи действительно очевидны. Нам говорят, что при капитализме Россия развивалась бы лучше, чем при социализме. Что революция и социализм помешали её развитию. Если бы на самом деле было так, то после буржуазной контрреволюции, после уничтожения социализма и реставрации капитализма, мы, как говорится, рванули бы вперёд на всех парах. Экономика, которая якобы мешал социализм, с его падением стала бы бурно развиваться, зашагала бы вперёд семимильными шагами. Кстати, именно так произошло, когда после Октябрьской революции были уничтожены капиталистические отношения. А после буржуазной контрреволюции произошло как раз наоборот. Мы пали и откатились назад во всех областях. В экономике, в промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре, искусстве, образовании. Во всём мы откатились назад, причём катастрофически, по сравнению с социализмом. Значит, это подлая и вражеская ложь, что мы якобы ушли бы вперёд, не будь вообще революцией и социализма. Что примечательно, после реставрации капитализма наше общество резко откатилось назад и в нравственности, в отношении людей друг к другу. А это снова доказывает правоту марксизма. Бытие определяет сознание. Экономика наша перешла на частно-собственническую, капиталистическую основу. В экономике стало господствовать стремление к выгоде любой ценой. И этот же принцип стал определяющим в обществе, в отношениях между людьми. Немало писали и говорили об этом, что после 91-го люди вдруг стали другими. Хотя это не вдруг произошло, а происходило по мере разрушения социализма, по мере того, как буржуазные тенденции в экономике и идеологии накапливались и начинали преобладать. Но после 91-го года, когда капиталистические отношения восторжествовали, уже открыто, были провозглашены официально, действительно на наших глазах творилось что-то такое, во что трудно поверить. Новые капиталистические отношения, основанные на конкуренции, заставили и бывшее советское общество, бывших советских людей, перейти на закон джунглей, зажить по принципу «человек к человеку волк». Социализм поощрял и взращивал в человеке бескорыстие, стремление к общему благу, коллективизм. Черты, частнособственнические и буржуазные, алчность, корысть, страсть к наживе, социалистический строй делал ненужными, немыслимыми, отталкивающими в глазах окружающих. Капитализм делал как раз наоборот, душил на корню всякое бескорыстие и великодушие, любые общественные чувства и давал бурно расцвести всякой дряни в человеческой личности, жадности, хищности, цинизму, жестокости. И вот теперь мы имеем то, что имеем. В нашем обществе господствуют волчьи нравы, общественные отношения глубоко безздравственны, бесчеловечны, основаны всецело на материальной выгоде, человеческое достоинство унижено, человеческая личность изуродована и исковеркана. Ибо не может такого быть, что экономика основана на частной собственности, на прибыли любой ценой, а в обществе при этом царит бескорыстие и нестяжадие. Если экономика основана на частной собственности и товарных отношениях, то и вся общественная жизнь будет построена на корысти, на стремлении к выгоде любой ценой, на продажности всего и вся сверху донизу. Не может такого быть, что экономика построена на самой безжалостной, жестокой капиталистической конкуренции, а в обществе при этом процветает великодушие, благородство, доброжелательство и взаимопомощь. Нет. Если экономика основана на конкуренции, тогда и в обществе люди будут так же жестоко рвать друг другу глотку, цинично пожирать один другого, борясь за место под солнцем, за жизненные блага. И ничего не поможет. Ни слащавые проповеди попов, ни высокопарные призывы буржуазных интеллигентов вспомнить о духовности. Хоть по 10 церквей на человека постройте – не поможет. Будут церкви, и рядом с церквями будут преспокойно стоять себе казино, наркоманские притоны, публичные дома, гей-клубы, секс-шопы. Хоть надорвись, крича о духовности, а мы как гнили в нечистотах, так и будем гнить. Спасение в одном. В полной смене общественно-экономического строя, в уничтожении капиталистического уклада, в окончательном упразднении института частной собственности и наемного труда. Словом, в переходе к социализму, в новой социалистической революции. Автор О.Рязанцев Хоть по 10 церквей на человека постройте – не поможет.